Привет, народ! Пока погода там чудит от плюс трех до минус двадцати, хотел бы рассказать про свой опыт использования самых классных по соотношению цена-качество удочек для безмотылки, какие мне удалось найти. В использовании они у меня уже второй сезон, так что есть чем поделиться. Заказывал я эти удочки на Wildberries. Приходят они к комплектам из пяти штук. Абсолютно пять одинаковых удочек. Стоит такой комплект всего-навсего 480 рублей. То есть меньше 100 рублей за удочку. Я, честно говоря, подофигел от цен, когда подбирал себе, искал удочки. И по 500, и по 800 рублей удочки. Не понимаю, честно говоря, в чем разница между этой удочкой за 100 рублей и удочкой за 800. Приходят удочки в надежном картонном тубусе. Родной, естественно, у меня не сохранился удочкам. Второй сезон пошел. Ну, что-то вот примерно такого. Толстая картонная труба. Плюс пакетик. Упаковано все надежно. Не помнется, не пострадает ни при каких обстоятельствах. Даже вандализм доставщиков, я думаю, здесь будет бессилен. В комплект поставки, кроме самих пяти удочек, как я уже говорил, входят пять ножек. То бишь, их можно использовать и на стоячку, и для мамышки. Улочки, естественно, можно использовать не только под безмотелку. Комплектная подставочка, вполне себе неплохая штучка. Ставишь ее, пожалуйста, лови на стоячку, лови на поплавок, как хочешь. Убираешь подставочку, ставишь карбоновый хлыстик. Вот тебе отличная легкая блеснилка на окуне. Но хочу заметить, тут и родной хлыстик, вполне себе неплохой. Он достаточно упругий, в меру информативный, не ломается на морозе, как, собственно говоря, и катушка. Вообще, здесь пластик довольно-таки морозоустойчивый. Я ловил этими удочками от минус одного до минус тридцати. Ничего с ним не сделалось. И на лед отбрасываются, и просто замечательно. По поводу катушки. Удочки, это так называемые скелетоны, то есть имеют открытую шпулю, которая располагается на самом хлысте удилища. Катушка прекрасно вращается. У нее классный барашек, который довольно тонко можно отрегулировать по типу фрикциона. Работает превосходно. Продаются эти удилища в двух вариантах рукояти. Есть из неопрена, у меня из пенопласта. Я целенаправленно брал пенопласт, так как он по легкости, по теплоте ничем не отличается от неопрена. Но у него есть один неоспоримый плюс. Бросил удочку в воду, достал, протер, ручка сухая. Неопрен же, как ни вытирай, все равно на нем останется какая-то влага, и рука будет мерзнуть. Так что те, кто ищет себе классную, недорогую удочку для безмотылки, либо для любой другой ловли, очень рекомендую присмотреться. Это не реклама, ни в коем случае, это личный опыт. Не ведитесь на эти дорогущие удилища. Кастомные удилища, там вообще цены заоблачные, по 5-8 тысяч, не редкость цена. Единственное, чего я не понимаю, чем они отличаются от этих удочек за 100 рублей. На мой взгляд, ничем. Это зимняя удочка, это не спинг. Там я могу действительно понять разброс в сценах, там модульность графита, чувствительность и так далее. Здесь зимняя, повторюсь, удочка, работа которой происходит 90% из-за правильного кивка. Удилище выполняет в большинстве своем роли хранилище для лески. Пользуйтесь, народ. Надеюсь, кому-то это будет полезно. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч. Продолжение следует...